И сейчас с нами на связи наша корреспондентка Алена Грамова. Она с нами на связи из Краматорска. Алена, мы тебя приветствуем в эфире и сразу передаем тебе слово. Поделись оперативными новостями, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Приветствую вас и нашу аудиторию. В самом Краматорске ночь прошла относительно спокойно. Что касается Донецкой области, то, конечно, сейчас расскажу и о горячих направлениях, где по-прежнему попытки прорыва со стороны российской армии проходят. За минувшие сутки их было 14. Ну и, конечно, о населенных пунктах, которые страдают от постоянных обстрелов. Ну, со слов главы области, в Донецкой области все населенные пункты вдоль линии соприкосновения находятся под постоянными обстрелами этой работающей артиллерии и наносят россияне авиаудары и ракетные удары. Самое горячее направление, коллеги, на сегодняшний день в Донецкой области это изюмское направление и лиманское направление. Лиманское направление по-прежнему остается очень важным для вооруженных сил Украины, потому что, ну, это максимальная близость уже к большим городам, которые по-прежнему для российской армии являются целью. Мы говорим о Славянске, мы говорим о Краматорске, поэтому здесь бои продолжаются. И если говорить о Краматорске, который находится, например, в 30-40 километрах от места, где проходят бои, то мы каждый день, конечно, слышим взрывы и слышим работающую артиллерию, и говорит о том, что бои продолжаются. Что касается гуманитарной ситуации, коллеги, она непростая. В Славянске по-прежнему нет воды. Я напомню, что такая ситуация уже длится более недели. И на самом деле очень много объектов, которые нужны нам для того, чтобы обслуживать население и чтобы были поставки воды сейчас находятся под постоянными обстрелами. И сама линия водоснабжения находится вблизи того же самого лиманского направления, где проходят бои, поэтому, ну, по-прежнему город находится без воды. Но есть электроэнергия, работает мобильная связь. И вот, к слову, о гуманитарной ситуации, связанной с поставками воды. И почему я хотела бы сейчас поднять этот вопрос, потому что совсем недавно мы побывали в Торецке. Здесь ни неделю нет воды. Здесь ситуация с отсутствием воды связана с тем, что пробита линия водоснабжения, водогон в так называемой серой зоне. Но этот город, коллеги, он находится вблизи линии соприкосновения. И такая ситуация здесь уже около восьми лет. То есть налаживается все, воду дают, добиваются режима тишины. И потом вновь наступает такая ситуация, ну, что пробивается там линия водоснабжения. Так вот, хочу немножко рассказать о том, как города, которые вот находятся вблизи линии фронта, адаптировались к этому ко всему. Здесь есть специальный график, здесь есть вот специальные баки. Если вы видите кадры, воду подвозят постоянно. Речь идет о технической только воде. Питьевую воду людям приходится покупать. И здесь еще вот местные власти придумали такой самостоятельный проект. Почему? Потому что если не будет электричества, то, соответственно, не будут работать насосы и не будет воды. Поэтому как из такой ситуации выходят города, которые находятся вблизи линии соприкосновения, прошу послушать главу Торецкой военной администрации. Мы сейчас планируем разместить здесь ряд ямкостей, которые будут соединяться между собой, будут закачивать воду в емкости и раздаваться населению. Если выключится электроэнергия, будет включаться генератор, который дан благотворительной организации «Нью-Вэй». Благодаря чему нам удалось реализовать проект. То есть при отсутствии электроэнергии мы сможем как-нибудь поддерживать поставки воды для обеспечения нашей общины. Сейчас ребята работают над тем, чтобы все усовершенствовать. Сейчас здесь будет много ямкостей на подвозе, 10 штук. И мы, соответственно, будем обеспечены и застрахованы в случае каких-либо угроз. На самом деле это такая ситуация непростая, коллеги. Дело в том, что действительно, если не будет света, не будет воды, а главы военных администраций, они все же заботятся о людях, которые остаются. Если говорить о Торецкой общине, то там остается 30 тысяч человек. И поэтому, конечно, это очень необходимо и важно. В минувшие сутки прошла фейковая информация относительно того, что эвакуации из Донецкой области невозможно. Знаю о том, что прошла информация, и что въехать в Донецкую область сейчас на сегодняшний день мирным жителям невозможно. Такую информацию буквально вчера опроверг глава области. Эвакуация продолжается. Активная эвакуация происходит из населенных пунктов, которые находятся вблизи линии соприкосновения. Это населенные пункты, которые входят в тревоги постоянными, в набронированных капсулах. И работники государственной службы под чрезвычайным ситуацией, и национальная полиция, и местные власти вывозят людей. То есть эвакуация продолжается. Ну и более того, скажу, что в Донецкой области, допустим, такой город Бахмут, который находится под непрекращающимися обстрелами, привозят людей и из Луганской области. То есть это речь идет о Лисичанске, прошу прощения, откуда по-прежнему вывозят мирных жителей. Еще раз напомню, что 14 атак за минувшие сутки были отбиты вооруженными силами Украины. Было уничтожено 2 артиллерийские системы, 4 танка и 11 боевых машин. Коллеги, если коротко, у меня все. Я продолжаю следить за ситуацией в Донецкой области. Ален, у меня буквально маленькое уточнение. Может быть, уже есть обновленная информация о количестве людей, которые остались в городе Краматорск. Известно ли тебе что-то? Дело в том, что цифра меняется, она меняется в сторону увеличения. На самом деле, совсем недавно мэр города Краматорска Александр Гончаренко заявил о том, что в городе на сегодняшний день находится около 70 тысяч мирных жителей. Если до начала полномасштабного вторжения, это официальная цифра 220 тысяч. Я помню, что самое минимальное количество, о котором мы говорили, если мы разговаривали, обсуждали, это было 35 тысяч. На сегодняшний день речь идет о 70 тысячах мирных жителей, которые находятся в городе. То есть это говорит о том, что жители возвращаются. Спасибо. Спасибо большое, Ален. Береги себя, очень прошу. И всегда рада тебя видеть в нашем эфире. Я напомню, Алена Грамова, наша корреспондентка в городе Краматорске сейчас находится, оперативную информацию собирает, дабы вы знали все из достоверных источников. И только проверенную информацию. Я еще раз это подчеркну, потому что сейчас, особенно в эфире российских медиа, очень много вранья, неправдивой информации. Мы же эти для россиян стереотипы ломаем и доносим только правдивую. Алена, спасибо тебе большое. Мы же движемся далее.